Христос Воскресе! Воскресе выходные выдались в Екатеринбурге очень снежными. В народе такое аномальное похолодание называют отзимками, то есть как бы отзвуком зимы в совсем другое время года. Но не только скрип снега под ногами и завывание ветра слышали горожане в эти дни. Подзвон колоколов и праздничное песнопение прошел по улице Муральской столицы крестный ход. А еще в центре Екатеринбурга звучала музыка Востока. Православные скауты из местечка Кфар-Есиф уже в третий раз приехали поздравить уральцев с Пасхой Христовой. Несмотря на то, что волынки у ребят шотландские, музыка, исполняемая на них, подлинно палестинская. Что вы думаете о том, что сейчас происходит? Это очень поразительно, ошеломляюще. Мы празднуем с вами Пасху. Вчера вы приехали в Екатеринбург. В чем отличие от Палестины? Здесь очень холодно, мы замерзаем. И, конечно, погода не напугала привычных ко всему уральцев. Всего от Свято-Троицкого собора в день праздника вышло около 15 тысяч человек. И еще по пути следования к ним присоединились люди. Сегодня Пасха. Такой замечательный, светлый праздник. И, конечно, это, мне кажется, один из самых главных праздников для любого верующего человека. Ну, а погода как? Не помеха? Нет, конечно. Ну, любой погоде надо радоваться. Ну, вот так вот. Погода решила сегодня нас порадовать снегом. Когда мы еще снег увидим? Скоро будет тепло. Вот напоследок. И я не скажу, что холодно. По-моему, очень хорошо. Слышите, народу, мне кажется, очень много. Да. И это очень здорово. Это прям очень радует. Ну, такие праздники объединяют люди? Конечно, объединяют. Не то слово. Потому что это очень важно, действительно, увидеть, как много людей вместе с тобой разделяют эту радость от светлого праздника. Это здорово. Кто вас воскресит? Бои истины воскресит. В любом случае пришел бы. Мы за храм. Вот это прекрасное украшение города. Конечно. Украшение города. Это же будет большая озелененная территория. Для культурного отдыха и для молитвы всех верующих. Финальной точкой маршрута крестного хода стало место строительства собора святой Екатерины. Молитвенное шествие возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхоторский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. К владыкам, духовенству и прихожанам присоединились в ходе шествия епископ Серовский и Краснотуринский Алексий и епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид. В завершение крестного хода на само пасхальное празднество пришло уже более 20 тысяч человек. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все те, кто пришел сегодня на праздник Святой Пасхи сюда, в наш город, кто пришел со своих приходом, я думаю, что ни один из нас никогда не пожалеет, что он это время провел не у телевизора и не в теплом доме, а вместе со всеми в праздской молитве прошел праздник Святой Пасхи. Ничто нас не может возлучить от любви Божьей. Ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни холод, ни зной, ни снег и ни дождь, потому что мы знаем, что любовь Божия к человеческому роду, она безмерна. И вот эта вот любовь Божия, она сегодня проведяется в нашей общей молитве. И очень хочется верить и надеяться на то, что как мы сегодня близко и мирно шли друг к другу, так мы и будем дальше идти по этой жизни мирно, благодатно. И просить у Бога благословения на всю нашу жизнь, на наш город, на нашу страну, на наших близких, на всех тех, кто живет сегодня вместе с нами и кто хочет жить правильно и хорошо. Потому что любой нормальный человек хочет жить в добрее и мире. Но состояние души у каждого разное. Если сегодня мы вот под снегом прошли эту Пасху и нас заряжали этой любовью, такой энергией, палестинские дети, то вот, ну, сами понимаете, это же большое и это внутреннее состояние человека. Это не зависит от никаких внешних обстоятельств. Поэтому пусть никакие эти житейские скорби, внешние обстоятельства и всякая скорбь человеческая, она не проникнет глубоко в нашу душу, а всегда в нашей жизни будет Пасха Христова Божия и Спасительная. С праздником всех вас поздравляю. Доброго здоровья, утешения и радости в святые дни Святой Пасхи. Христос воскресе! Христос воскресе! После богослужения состоялась раздача благодатного огня всем пришедшим на праздник. Эта святыня была привезена в Екатеринбург со святой земли из храма Гроба Господня. Субтитры создавал DimaTorzok Да великолепная! Не ожидала даже, что так получится! Здорово! Мне нравится! А куда вы его повезете? Многие везут в праздник? Ну я не знаю. Один для семьи моей дочери, а второй для нас. Да, это мы повезем. Рады дети. Дети, внуки рады будут. Первый раз такое чудо. Просто чудо. А сладким подарком для екатеринбуржцев стал царь кулич. Его диаметр составил 5 метров, а высота 75 сантиметров. Сверху его покрыли помадкой и глазурью общим весом 482 килограмма. Всего же кулич весит больше трех тонн. Огромный кулич был занесен в реестр рекордов России. Уникальные угощения раздали всем желающим. А большая часть была передана в православную службу милосердия для ее многочисленных подопечных. Этот кулич мы готовили всеми ресурсами нашей компании. Он готовился сразу на трех площадках. В Екатеринбурге изготавливалась большая часть кулича. Это две тонны, которые находятся в нижнем слой. Одна тона была изготовлена в Тюмени. Кондитерское произведение искусства готовилось на кондитерской площадке, кондитерами, профессионалами. Поэтому три дня марафона, для которого были задействованы все мощности нашего предприятия. Какой рецепт и из чего вообще делали? Обычный такой кулич? Нет, это не обычный кулич, это фирменная рецептура, которую я разработал. Мы на ней работаем уже пять лет. Это натуральный, очень вкусный, очень качественный продукт. Он делается исключительно на шелтках, на сливочном масле. Используется сахарная помадка лучшего качества. То есть, на самом деле, даже когда можно посмотреть на нее, то есть, это очень желтый, очень такой сочный продукт. И я считаю так, в куличе не бывает много изюма. Поэтому мы кладем изюма 50% к массе теста, это очень большой объем. Такого кулича не делает никто в городе. Хорошо, а как вы делали вот эти здания, из чего они? Абсолютно все на куличе – это съедобно. Здания, они сделаны из бисквита и крема, сверху украшены сахарной мастикой. Деревья сделаны из мохнатого зеленого бисквита. Стволы деревьев – это палочки корицы. То есть, абсолютно полностью, весь этот кулич – это съедобный продукт и очень вкусный. Специалист зафиксировал рекорд. Вес кулича – 3 тонны 796 килограмм. Это новый мировой рекорд. Он сильно отрывается от последнего рекорда, который составлял тонну 900, насколько я помню. То есть, мы очень-очень сильно впереди. Вот такой день. Сладкий, снежный, холодный и одновременно теплый, яркий и веселый был в Екатеринбурге. А как вы встретили праздник Светлого Христового Воскресения? Рассказывайте нам об этом. А мы с удовольствием поделимся вашей пасхальной радостью со всеми зрителями Союза. Напомню, номер для связи – 8-919-364-40-55. Через мессенджеры, другими словами, программы для общения – WhatsApp и Viber – присылайте нам свои фото и видеозарисовки. Мы их покажем в эфире Первого Православного. На этом у меня все. Сегодня еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин